так друзья пошла запись сегодня у нас суббота то ли одиннадцатый 12 марта я точно не помню сегодняшняя тема обрезка малая обрезка сразу объясняю обрезки я делю на 2 мало это когда на цыпочки вставать не надо молодые деревья которые со 2 3 года становятся матышами это мой принцип вот это множество открытий попутных если отказаться от традиционного способа мол берите прививки только с озосых деревьев я до сих пор гадаю где на зосых деревьев взять прививки да еще для того чтобы угодить всем и продать янки и продать саженцы пройдемся еще по кусочку сада где мы еще не были мы были вот тут мы изучали сеянцы вишен и сеянцы слив вот ладно теперь за одним посмотрели как черешни прививаются на вишни вот видите и уже следующее поколение будет когда будет с него взяты веточки то есть уже взяты привиты и вот они ждут своего часа на прививку поколения совмещение биологической вишен и черешин будет несколько раз выше отсюда и морозостойкость но скажите при чем тут обрезка вот она обрезка вот ну днем раньше я уже все это рассказал идем мы мимо персиков это сеянцы они зимуют под этими коробками сеянцы немножко уступают по морозостойкости привитым привиты у меня не замерзает если их с них не срезать черенки не калечить а сеянцы у меня был случай лучше сеянец телевидение снимала я был весь в обреку этих персиков плодах вот ну и скалечил он взял и погиб сеянец вот с тех пор я на всякий случай а тут пообещали собраться зиму всего три ночи были минус 40 остальные были до зима принципе по нашим сибирским меркам была очень щадящая но тем не менее сеянцы до сих пор укрыты они среднем росточка имеет им один год исполнится исполняется скоро они где-то по метру на не тут скрюченном состоянии сидят мы посидят еще у нас середина марта для нашего зима вот косточки персика вот здесь сидят а вот тут ровно 50 штук посмотрим как зайдут ну про обрезку обрезку я начал где-то час-два назад не все подряд режу вот значит есть такие вещи которые не вызывают восторга например если бы я связал сейчас ветки вот с этого абрикоса а знаете кто это это сеянец академика а академика плоды более 100 граммовый вот и вот это все вот я неподозрительно ну не мне намажутся не похоже но все-таки где-то не культурности какой-то вот или не так у одних более культурно другие менее культурно даже видно что и тогда что сказал внутри штуки я подарил елена саня савинич видите растут два рядом это не порядок вот в отдалении оставил до плодоношения оставил оставил 4 оставил остальные кому-нибудь отдам еще и что дальше взять с них веточку вот эту на прививку это мой самый культурный вот и если он окажется 50 60 грамм можете все это смертельно в такой аж обман что я кого-то обманул можно поэтому я просто не срезаю видеть то что вы видите вот здесь вот две обрезана это была обрезка которую я называю формирующая идем дальше сегодня я срезал кучу веток с какого края начнем давайте с того целый день вот это вот зудит не знаю сильно будет мешать или нет то что там то ли бензопила то ли еще что-то вот смотрите еще не замазал это тот самый садовый вар нет заговариваюсь заговариваюсь это лак мастика долматого я работаю только и она густая смотрите видите такая густая вот смотрите сюда вот она обладает еще анти 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 вирусными свойствами антибактериальными видно а то мне рука дрожит вот я всего две замазал две ранки вот а вообще почему я такую сильную обрезку дело объясняю вот эти веточки они уже не годятся сейчас чтобы срезать на прививку и уж тем более в следующем году она тем более не годятся ну пусть себе дают плоды а вот эти ветки я сейчас покажу ладно там дальше есть специальная ветка чуть покажу не итак обрезка у меня получается не однолетних приростов а двухлетних по росту двухлетних двухлетних видите вот они двухлетних просто и и тогда вот двухлетний просто его двухлетний просто только помельче вот и теперь они а то все отсюда отсюда а здесь еще есть на трюх лет к счету бок 40 вы они выбрать от ветки они вот гонятся для прививки дают ещё это персик не пошел вот персик на ну не могу я отвлекаюсь разрываюсь это обезьяна и умная и красивая разорваться что ли смотрите это слива под названием китайка китай как раз на сине на ней привит персик видите еще раз прекрасное совмещение посмотрите на этот молодой саженец помните осень я вас угощал пипустят все в два персика висела всего два но это же молодежь вот вот она теперь переживал эту зиму посмотрели окрестности что мы видим солнышко смотрите сейчас примерно 12 часов видите где она вот куда она бьет сюда в стенку и здесь теплее вот здесь теплее где персик чем я сейчас упить на несколько метров ну хотя бы днем но все-таки это уже уже плюс и так прививка на китайскую сливу великолепный персик смотрите обратите внимание с него не срезал ни одной ветки на прививку хотя вот эти мог бы срезать и ведь вот эти мог бы срезать но это делать не стал жалко до слез хотя мог бы заработать и внимание персик на венгерке не пошел это у кого не пошел у железу не пошел значит мотайте на ус если будете персик на что-то привать чтобы увеличить варзостойкость вот то лучше все-таки на сливик слива китайская красно-желтая красно-синяя я только на них и привая а это было но на руки чесались пойдет не пойдет а давай потом увижу увидел на венгерке не пошла мотаем на ус идем дальше вот слива стартовая однажды на самом первом дереве у меня был шок у меня были 100 граммовые плоды уже второе поколение 50 60 грамм и до сих пор 56 грамм ну что ты будешь делать но наверное усреднилась наверно как повлиял по двое но тем не менее уважаю невероятно то же самое смотрите внимательно я обрезал просто двухлетние вот однолетний просто видите вот а вот видите а это двухлетний двухлетний просто и таким образом вот еще вот еще вот еще я хочу чтобы она дала снова полноценной ветки 10 штук срезал для вас вот и сейчас продал сейчас продам вот эти раньше связывала 9 их краска синяя а эти вот только сейчас которые еще не замазаны до весны продам это дефицит страшнейший уникальнейший дефицит вот в этом саду все выдающийся а у вас может опять 100 граммов но никого не обещаю 50 грамм вкуснейшие плоды это минимум на что вы можете рассчитывать разброс большой почему по двое влияет я же не говорю что меняется генетика меняется наследственность не тут я не этот не копенгаген и я говорю что по двое влияет то что мичурин называл ментором раз и насыщение нет мент раздают все насыщение ментора знал и пользовался мичурин вот насыщайте идем дальше вот еще один сеянец королевский вот он вот видите я говорю большинство вот этих самых сеянцев академика они все таки судя по листьям но не шедевры вот ну а дальше с авинич вырастим посмотрим и потом они с годами меняются сами по себе не только потом все просто сами по себе а вот этот вот хороший вылез вот такое впечатление что все качества королевскому передались вот просто великое это при том что их не поливал величайшую засуху вот эту засуху именно именно абрикосы не заметили посмотрите просто на абрикосах видели полтора метра 2 метра вот ой-ой-ой-ой-ой что делается а вот там еще больше а вот там смотрите вот туда он видите что там делать вот тут он странно и сам по себе на нем не пошло пару прививок он изменился сам изменил цвет я оставлю несколько веток с плодовыми почками и буду ждать плодоношение а остальные это горизонтальная или полу полу лежать наклонная а вертикальная на них сейчас так сприву вот эти не до сека прислали черенки с плодами которая заслуживает внимание как будущее 150 граммовики вот так вот еще позавидовали доживем до осени а потом скажете вот я хочу ну ладно пошли мы дальше мы уже посмотрели на венгерку сделал обрезку отрезал двухлетние просто стартовую отрезал двухлетние просто что делать с королевским сеянцам я не знаю а вдруг кто-то скажет а рискнул пусть будут не 80 грамм а 50 но ведь они же уже себе реки вы знаете что они совершенно не боятся морозов абсолютно сеянцы роскошнейшего абрикоса не боятся морозов вот попробуйте вы мне здесь вот это академики я выбирал косточки самые огромные сам чтобы было минимум 100 граммовые что вы думаете вот три года ну здесь глинистая почва растут плохо но все-таки вот последний год несмотря за суху дали просто до метра где-то считаешь хорошо а мне плохо вот этот пошел это самое в маму у него же наверняка кто-то опылил типа манжурского абрикоса или амура посмотрите сколько этих это не значит они дикие но все-таки чувствуется плебей а вот это не чувствуется что плебей а уж королевский тут вообще такой пседе что он как будто бы привит а он не привит посмотрели идем дальше заниматься обрезками перед вами еще не замазал только сейчас резал двухлетние ветки отрезаю минут это однолетние где попадается сразу вот двухлетка 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 однолетка вот двухлетка для чего чтобы дали полноценной ветки на следующий год вот эти почки пойдут как ростовые уже не как плодовые как ростовые у этих почек двойное предназначение вот эти букетики это цветы и все равно в середине есть ростовая в это не буду обрезать будут цветы обрежу будут эти самые ветки ростовые вот это ну и одно оставил тут положил оставил что показать как это выглядит смотрите вот что я отрезал видите вот здесь это значит то вот эти вот эти вот дадут прирост и то все что ниже место цветов ну и цветы будут и ветки вот вот так вот и отрезаю а если бы я просто отрезал выше ну вот как показать вот здесь на следующий год отсюда пошло бы несколько вещек вот таких вот вот так уж не вот таких вот вот и чтобы было ничего бы не было не было бы черенков на продажу и на прививку вот так посмотрели еще раз вот так я делаю обрезку это малая обрезка саженцы где не надо становиться на путь цыпочках а где надо становиться на цыпочкой вернее брать стремянку брать уже секатор допустим двух-трехметровый брать чуть ли не да и не только чуть ли брать уже эту самую бензопилу где-то молажущую обрезку где-то под корень опять буду резать абрикосы сильно много им за 30 лет их судьба предрешена государство место не дает вот под уникальные вещи кстати вот сливаника точно так же отрезал ну что научился до усилий срезать и маленькие прогулка дойдем до дойдем до я еще тут яблонику яблонику еще несколько веток срезал сейчас я покажу и наверное на этом все это будет небольшой надеюсь полезный фильм под названием обрезка кстати смотрите еще раз персик на сливе на китайской персик на майжурском абрикосе почему вот он сбоку он полез ниже прививки почему я майжурский абрикос не отрезал сказать а я жду чудо вот жду и все почему потому что она вылеза там где чуть чуть ниже прививки что же то получится будет ли какие-то персик вот он основной ствол это персик вылезет сбоку подвойная ветка абрикоса манджурский и я жду чудо в виде вегетативных гибридах какой он будет а может ничего не изменится но он обязательно зацветет этот год решающий и тут и тут так как вот это вот слива под названием китайская вот ну что проходим мимо дойдет до яблони и на этом сегодняшний сход все закончится если таких кусочков мне надо где-то штук что да где-то штук что видите бутылки жду свой час открываем ранее прививки ими вот никто так не делает а мы выгадываем месяц под бутылкой день идет за два вот учу 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 всю страну вот не только пару раз видел фотографии по такому принципу идти от моих учеников вот а то что лета не хватает где возревание саженец купил купил мая вот в зиме он мертвых не так в зиму войдет не полноценный кисни он мертвых неполноценный невызревший вот то что я отрезал сейчас модели вверх ведь вот это я отрезал это я были папировка смотрите где отрезал не вот здесь сейчас я одну возьму ветку вот такую да я бы мог отрезать вот здесь вот здесь вот где мои пальцы видите где вы пальце должен был отрезать и пусть вот это хватит на прививку прекрасно хоть продавай хоть сам прививай так и вторая хорошая третья хорошая но стоит мне тут вот отрезать ниже две три четыре тут есть и спящие видите мелкие пойдут рост но они уже будут еще меньше и уже на прививку не годятся я вынужден резать вот тут чтобы вот эти вот ниже двухлетки а он на них цветочек пость ростовик почек полно чтобы они дали прирост но все кажется меня перебивает этот самый это самые звуки стройки какой-то наверное богатый москвич строить здесь шикарнейший коттедж который мне за тысячу лет бы не построить вот судя по размаху вот иногда думаю что же он тут забыл москвич то явно чек не бедны почему здесь а потом думаю а может как все время лужков пока он был в опале и ждали арестует или нет был момент его жизни такой президентом захотел стать вот был царство небесное он на речке голубая взял построил себе коттедж вот я полюбовался на к это ты сказал себе неплохо его в ссылке будет неплохо вообще ничего и не почувствует то вот ну все наверно куда-то я иду а куда я уже сам не знаю давайте друзья я закончу видите вчера я вам показывал вот и рассказывал как я это сама работаю вон тем роскошными абрикосами почему я не трогаю муравейники все это мы проходили вот и как не ударив палец о палец не делай ничего иметь целый сад прекрасных вишен и прекрасных слив под названием корневой отводки который не уступает по качеству маме мамам а я вам сколько фотографий показывал детям и ведрами собирали эти же сливы вот пошла от от одного дерева вот пошло вот это и сюда шагала пока вот я на нее персик не привил сюда шагнула сюда шагнула а сюда я уже персик привил вспоминаем вчерашний разговор вот а вот и вишни раз-два и вот эту которую спилил вот я и там еще одна я внедрил гены черешни как это другой разговор и теперь знаете как их собирают даже даже не спрашивая согласия с там с той стороны забора да мне по барабану все равно девать некуда на этом разрешите откланяться еще один еще одна прогулка по зимнему точнее мартовскому саду закончена